Это его был осознанный выбор. То есть стоял вопрос идти в армию, он решил, что он пойдет в полкозов. Он прошел достаточно серьезный отбор, испытания. В полкозов случайные люди не попадают. И вот 1 февраля 2017 года он заключил контракт с Национальной гвардией Украины. Для меня это было просто какие-то чудеса, но в принципе мы с ним были на связи все время. Ну не каждый день. Понятно, что Азовсталь это очень огромная территория, это как город в городе. Благодаря Старлингам мы были на связи. Последняя была его смс-ка. 15 июля на мой день рождения он мне прислал смс-ку поздравить. А 29-го. Вот это все случилось. Я жила надеждой, конечно, что какая-то ошибка, какое-то чудо. По-моему, 1 октября поменяли тела. 62 тела, из них 57, как со слов русских, это были селены. Он был человеком с великим сердцем. Каждый день он узнавался чего-то нового. И каждый день он дарил светло своей души всем. Посмешка, эти ямочки на щуках, этот светлый чуб – это действительно образ человека. Они святлою, чистою, натхненною. Я пишаюсь, что это был мой учитель. И сегодня я хочу сказать, что, может, он меня почему-то учил. Потому что, что эта дитина у своих 27 лет пизнала. И я у своих 50-плюс не пизнала. Я памятаю его добрым, чувствительным воином, який завжди воював. Та и будет воювати за нашу краю, за нашу нацию сміливым. Он запоказал смечеликам, которые придут на помощь любому из наших братини, которые отдаст свою жизнь другому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok